Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. Срок за картинку в интернете. Сегодня в Барнауле пройдет суд по делу Марии Матузной. Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. 155 тысяч жителей воспользовались материнским капиталом в Алтайском крае. На что тратят деньги жители региона? Снежный барс попался в фотоловушке на плато Укок. В России их осталось всего 90 особей. Суд по делу Марии Матузной проходит сейчас в Барнауле. На связи с нами находится Елена Заздравных. Она готова поделиться подробностями. Елена, здравствуйте. Вам слово. Да, Анастасия, здравствуйте. Рассмотрение дела Марии Матузной началось в 13.30. Я напомню, что девушку обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Но доказательством служат фотографии, которые Мария сохранила 3 года назад на своей страничке во ВКонтакте. Хотела бы добавить, что в отношении обвиняемой может быть применен особый порядок судебного разбирательства, так как она подписала признательные обвинения. Но адвокаты Матузной намерены добиваться того, чтобы дело рассматривалось в общем порядке. Также я добавлю, что подобные уголовные дела возбудили против еще двух жителей Барнаула. Мы будем следить за развитием событий и итоги этого заседания озвучим в следующих эфирах. Анастасия, вам слово. Да, Елена, спасибо. Ждем вас в студии, а я продолжу выпуск. Более 155 тысяч алтайских семей воспользовались материнским капиталом в Алтайском крае. Его размер в этом году составляет 453 тысячи 26 рублей. Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, формирование накопительной пенсии для женщин и на социальную адаптацию, интеграцию в общество детей-инвалидов. За период действия программы материнского капитала самым популярным направлением расходования средств в Алтайском крае стало улучшение жилищных условий. На образование детей средства направили около 6 тысяч алтайских семей. Направление погашения кредитов, займов, в том числе ипотечных, является самым актуальным, самым востребованным направлением. Прежде всего потому, что законом предусмотрено распоряжение, не дожидаясь трех лет, ребенку, который дал право на получение сертификата, на материнский капитал. Ну и второй момент – это когда в семье появляется ребенок, эта потребность говорит сама за себя, это увеличение площади жилья для комфорта семьи, для проживания более комфортного. Напомню, что с 1 января 2018 года нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Заявление на такую выплату принято от 147 алтайских семей. В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал подготовку школы в селе Старая Суртайка к учебному году. Напомню, в июне президент России Владимир Путин дал поручение главе региона проконтролировать работы в учебном заведении. Вся инфраструктура, свет, гардероб, все туалеты, кабинеты, спортзал, актовый зал, все должно быть готово к проведению мероприятий. Тем более, что все-таки разумно используются возможности, и если надо какие-то мероприятия проводить, то из центральной школы, из Быстрянской, сюда в филиал, в Старо-Суртайскую школу приезжают, проводят мероприятия. В новом учебном году в школе будут обучаться 36 детей из сел Старая Суртайка, Мост-ТШ и Новая Суртайка. Четыре ребенка пойдут в этом году в первый класс. Штат школы полностью укомплектован, на работу приняты четыре педагога. Всего в Старой Суртайке будут работать 12 преподавателей. Для детей и педагогов организован подвоз к школе. Для этого правительство региона в рамках государственной программы развития образования выделило новый паз. Всем новым педагогам, которые приезжают сюда, они все будут обеспечены квартирами. У нас в Быстрянке есть муниципальное жилье, красивый двухэтажный дом, там просторные квартиры. Каждому нуждающемуся педагогу будут предоставлены квартиры. Сколько человек приняли? Так, три человека будут расселены в этом доме. Также накануне Виктор Томенко ознакомился с развитием социальной инфраструктуры Целинного района. В рамках рабочей поездки глава региона посетил село Бочкари, где проходят работы по застройке и благоустройству одного из микрорайонов. В рамках проекта планируется построить новые инженерные сети, создать систему водо- и теплоснабжения, построить улично-дорожную сеть. Проект рассчитан на 2018-2019 годы. Здесь сейчас тоже облагораживаем, все делаем, наша территория гаражей. А здесь вот они, тренировки. То есть ребятня вся здесь, и фигуристы выходят. Вечером, то есть, ну, сухая. Еще один масштабный проект строительства оздоровительного комплекса стоимостью 180 миллионов рублей. Как отметил глава региона, это значимый проект, поскольку около половины средств на него в создание выделили представители бизнеса. Также Виктор Томенко посетил межрайонные соревнования по летним видам спорта на призы депутатов ОКЗС. Они прошли в Целинном районе. Помимо хозяев турнира, в этом году за награды боролись спортсмены из Ельцовского, Зонального, Салтонского и Тогульского районов. Образовательные учреждения края готовятся к новому учебному году. Например, в Алтайской академии гостеприимства проводят капитальный ремонт. Что уже сделано и какие работы еще предстоит выполнить, расскажет моя коллега Татавик Геворгян. Она сейчас находится в академии. С нами на связи. Тата, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Анастасия. В этом году на ремонт краевых образовательных учреждений было выделено более 380 миллионов рублей. 70 из них выделили Алтайской академии гостеприимства. Здесь подрядчики проводят работы уже на 12 объектах. А на каких именно, расскажет директор Алтайской академии гостеприимства Валентина Косинова. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, на каких объектах уже ведутся работы и что еще предстоит сделать? В самом деле, в этом году нам выделена очень значительная сумма из краевого бюджета. Эти субсидии были выделены на капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий. Внутренние отделки проводятся сегодня в шести зданиях. Это в трех учебных корпусах и в трех общежитиях. Кроме этого, еще выделены дополнительно деньги. Это на крышу одного из общежитий. В основном, внутренние работы подходят к завершению. То есть мы от 15 до 20 августа должны все сегодня запустить в эксплуатацию полностью эти все корпуса. Останутся только работы те, которые находятся, не повлияют на учебный процесс. То есть это уличные работы. Там благоустройство, асфальт остался. Но я думаю, что к первому сентября это закончится. Спасибо вам большое. Анастасия, у меня на этом пока все. Передаю вам слово. Да, спасибо, Тата. А я продолжу выпуск. Пройти практически все виды ультразвуковых исследований жители Михайловского района теперь могут, не покидая пределов района. В Михайловскую ЦРБ поступил новый современный аппарат УЗИ-диагностики стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. Его предшественник проработал в Михайловской ЦРБ более 10 лет. Для медицинского аппарата срок нормальный, ведь эксплуатировался он ежедневно, делая 25-30 обследований разного вида. Аппарат давно истратил свой ресурс, новый же более мощный и к тому же позволяет проводить исследования сердца и сосудов. В перечне новых ультразвуковых обследований в Михайловской ЦРБ появится и нейросоноскопия, исследование головного мозга. Неизвестно, что гипертоническая болезнь сегодня очень распространена. Ишемическая болезнь – это те вещи, те заболевания, от которых на сегодняшний день погибает, на первом месте стоит в мире и погибает большое количество населения. Поэтому в стандарт обследования входит эхокардиография практически каждого больного. Ну, естественно, понятно, насколько востребован этот аппарат. 57 лет назад наш земляк, герой Советского Союза Герман Титов совершил первый длительный полет в космос. В ночь с 6 на 7 августа 1961 года его корабль сделал 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Длилось это больше суток. Кстати, к 11 сентября дню рождения космонавта в селе Полковниково Косихинского района торжественно откроют дом семьи Титовых. Это часть Мемориального музея космонавта. На экспозиции будут представлены предметы из фондов Мемориального музея космонавта. Кстати, почетным гостем праздничных мероприятий в день рождения Германа Титова станет Андрей Титов, внук прославленного земляка. На плато Укок обнаружен снежный барс. Фотоловушки зафиксировали редкого хищника. Предположительно, этого самца фотоловушки уже фиксировали в апреле этого года. По словам экспертов Всемирного фонда дикой природы, еще два года назад плато Укок не рассматривалось как важный очаг обитания снежного барса. Но осенью прошлого года фотоловушки впервые зафиксировали здесь снежного барса. Причем сразу целую семью ирбисов – самку и двух котят. Сейчас подтверждено обитание на плато Укок не меньше пяти особей этого животного. Снежный барс издревле для тюркских народов являлся священным животным. Снежный барс четко сигнализирует о состоянии экосистемы в Каширкаческом районе. То есть, если снежный барс у нас есть, то у нас есть и козероги, и архары. Напомню, ирбис – исчезающий вид хищника занесен в Красную книгу. В России осталось всего 90 особей. При этом их численность по вине браконьеров из года в год только сокращается. Фото и видеоловушки позволяют отслеживать численность редких хищников. А теперь перейдем к другим темам. Коллекция работ шипуновского ремесленника пополнилась новыми фигурами. Сергей Черепанов увлекается необычным трудоемким хобби – резкой по бетону. О его домашней коллекции знает практически каждый житель района. Бетон застыл, а значит, пора шлифовать. Это одна из самых важных стадий в изготовлении бетонного изделия перед покраской. Самый популярный материал для такого редкого творчества – гипс. Но Сергей Черепанов использует только бетон. Его преимущество в том, что он обеспечивает прочность готовых изделий. На одну работу в среднем уходит от одной недели. И, по словам ремесленников, в каждой скульптуре есть своя изюминка. И все благодаря его уникальной технологии. Можно полностью проалифить его. Он алифу впитает, а потом уже бронзой. Если сразу бронзой под алифу, бетон алифу заберет, эта бронза на вся осыпется, на солнце. А он сразу проалифит, возьмет в себя. Потом смело может, не обязательно и шпаклевать. На этом пока все. Хорошего вам дня!